Представители сразу пяти регионов Российской Федерации во время форума Построссии, который состоялся в помещении Европейского парламента в минувший понедельник, заявили о старте онлайн-референдума о самоопределении. Россияне из Калининграда, Санкт-Петербурга, Урала, Сибири и Кубани сообщили о своем желании запустить процесс территориального, политического и экономического отграничения от Москвы. Инициативная группа считает, что независимость поможет жителям перечисленных регионов достичь экономического просветания, избавшись от разграбления Москвой. Кроме того, отделение ТРФ сможет спасти их жителей от судьбы стать пушечным мясом для Кремля в различных войнах. При этом особое внимание участники уделили вооруженному конфликту в Украине. Старт онлайн-референдума о самоопределении российских регионов намечен на четверг 16 февраля этого года. Мы представители экономически развитых и свободных регионов за так называемой Россией. Мы заявляем, что жителей империи хватит, хватит идти на поводную силу, которая превращает наших детей в убийцы пушечного мяса и также грабит наши земли. Пора заявить права на независимость и о первых референдумах свободных людей, которые населяют Кёнигсберг, Ингрию, Кубань, Сибирь и Урал. Да, это будет онлайн-референдум. Народы России должны освободиться от этой обстоятельности. Народы России готовы заявить о своей независимости. Для того, чтобы это сделать официально, разработана эта площадка, которая будет запущена и будет работать в ближайшее время. Как известно, война против Украины ослабила влияние Москвы. Накануне так называемый глава Чечни Рамзан Кадыров уже публично начал говорить о своем участии в войне за независимость Ичкерии. И для Кремля это очень тревожный сигнал. Об этом у себя в видеоблоге в YouTube рассказал депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко. Скандал разразился после громкого заявления премьера Польши о том, что Чечня должна стать независимой. В ответ Кадыров не стал, как обычно, клясться верности Москве. Вместо этого он начал предъявлять претензии Европе за то, что не помогали Ичкерии в ее войне за независимость. Это первый признак того, что Кадыров уже перестает быть верным пехотинцем российского диктатора. Гончаренко считает, что так называемый глава Чечни своим заявлением шантажирует Кремль. Кадыров интересную завел песню. Он в переводе говорит Путину «Деньги, деньги давай». То, что он вспомнил, как воевал за Ичкирию, сигнал очень интересный для Путина и России. Пока они бьются и истекают кровью на украинских фронтах, империя начинает расползаться. У них начинается распад внутри, считает украинский депутат. Продолжение следует... Продолжение следует...